я в таком случае прошу прощения за эту накладку еще раз повторю все что сказал до этого я вас поприветствовал извинился за то что у нас прошлый понедельник не было занятий хотя думаю что никто от этого особенно сильно не страдал вот и пообещал продолжить с обсуждением вот тех аспектов на стыке как бы геологии физики до которыми мы тут занимаемся напоминаю что мы коснулись вопросов связанных с возрастом земли до прошлые занятия с приблизительным устройством земли плане вот ее внутренней некой неоднородной структуры и коснулись вопросов связанных с динамикой то есть с изменениями на поверхности земли во всяком случае верхних оболочках земли которые происходят вследствие неких внутренних механических процессов ну или термомеханических вот речь идет о движении литосферных плит наверно те из вас кто следил за этой трансляции в прошлый раз они примерно помнят о чем шла речь и так все же у нас название нашего курса она как-то ассоциируется с арктикой вот но арктика это некое географическое понятие как вы наверно знаете если у вас какие-то ассоциации с этим термином что такое арктик может быть кто-то был в арктике ну по крайней мере знаком с география этого региона что это что такое арктика я буду приветствовать любые комментарии которые у вас могут быть ну в принципе наверное все это более-менее правда действительно арктика это некий регион до некая часть поверхности планеты да где ну географически она четких совершенно явных границ наверное не имеет но понятно что основная часть этой территории это северный ледовитый океан да то есть это некая акватория которая обычно практически вся время от времени замерзает покрывается льдом и вот в то же время на отдельных интервалах времени там скажем летом ну или в конце лета начале начале осени в этой акватории есть обычно часть которая часть льдов успевает растаять вот ну а другая часть и вовсе не замерзает если мы сейчас переключить вопрос я слышал или читал где-то вот не помню на самом деле говорят что под этими льдами там грубо говоря чуть ли такая благородная земля что ли есть она там как-то да благородная плодородная плодородная зеленый континент под этими льдами и оледенела только за счет того что находится на северном полюсе где поступает грубо говоря мало солнечных лучей такой и тепла и как вот из этого но уже не изначально там был мы смотрели на прошлой лекции видео где эти континенты расползались и они не были в льдах да я примерно понимаю о чем вы говорите ну на самом деле вот вся эта территория которая сейчас показана на картинке здесь да она очень неодинаковая в плане вот ну что там подо льдом до частично эта территория занимает очень 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 мелкую акваторию то есть затопленную сушу фактически это и на севере скажем там на севере восточной сибири где огромная территория оказалась затоплена просто ну относительно небольшой толщиной воды там 30 40 50 60 метров вот мы про это потом чуть чуть подробнее на этом остановимся вот то есть это одна ситуация я говорю сейчас вот про вот этот кусок вот потом вы видите то есть это действительно часть континента ну насколько она плодородная тут это большой вопрос потому что последние там скажем 10-20 тысяч лет это было об безумно холодная промерзшие до средних температур типа там минус 15 или 20 градусов цельсия суша да где в общем было мало жизни вот но уходили мамонты какие-то время от времени они что-то делали вот потом пришла вода и все это затопило вот но в арктике есть и другие места вот видите вот эти вот огромные ямы да вот то что мы сейчас рассматриваем с вами это некая карта давайте я ее сделаю чуть побольше вот видно вот такие огромные ямы вмятины да вот одна яма который называется евразийский бассейн да вы наверное примерно понимаете что здесь где ну вот из таких знакомых как бы на карте очертаний вот есть гренландия до большой остров который кстати кому он принадлежит вы знаете ну каком государство относится да не да не да кто-нибудь был здание ну знаете чем да не примечательно помимо того что у них есть гренландия где никто не живет более культурным уровнем жизни ну да не это место известно тем что если вы едете например на велосипеде там по тротуару или где-нибудь где нельзя ездить или у вас лампочка не горит в велике например вас оштрафуют там на 100 евро вот ну и кроме того да не это место где какие-то ужасные совершенно цен на еду вот а сама еда она такая довольно странно бутерброды с колбасой и так далее хорошо вот эта часть относится к дании действительно вот кроме да они здесь есть еще несколько государств которые своими территориями выходят в эту самую арктику вот это да вот эти острова и которые вот здесь вот тут куча островов они все разделены некими водными пространствами относительно не широкими ну как там по 100 километров вот это все относится к канаде это большой такой архипелаг который с севера примыкает к континентальной северной америки ну и вот наконец вот это вот это вот часть это что такое как вам кажется аляска это аляска да это аляска и вот здесь уже началась другой стороны вот это вот называется берингов пролив и с этой стороны начинается уже евразия это соответственно чукотка здесь дальше там уже якутия пошла и вот красноярский край вот это вот территория вот и ну как вот на этой карте можно видеть здесь вот такая вот светло-голубая плоская по виду зона вот это да это огромная совершенно территория она там тысячу километров вот вот ну может быть не совсем тысячу но больше чем 500 километров точно вот так и так там тысячи две километров наверное может и больше и и все это называется восточно-арктический шельф или шельф восточной арктики гидрографически это море лаптевых вот это вот это море лаптевых а вот вот здесь это восточно-сибирское море вот это вот часть а вот это называют иногда чукотское море вот с другой стороны здесь видите все не такой плоская да есть еще плоская часть то есть относительно мелкая такая территория где толщина глубина воды не знаю там несколько сотен метров это вот вот это это карское море ну а дальше начинается такое дно как бы очень такое неоднородное да здесь видно что вот есть некий рельеф вот это баренцево море дальше там идет норвежское море вот ну и главное это вот ямы которые вырыты посередине северного ледовитого океана это евразийский бассейн так называемый видите большая яма которая здесь вот и канадский бассейн который вот здесь но тоже ямы ямы но в них есть видите горные такие хребты которые под водой там как-то выросли и как-то эволюционируют вот вот наиболее важное это вот этот хребет это называется хребет гакеля ребят гакеля является спрейдинговым хребтом ну помните спрейдинг это вот то что мы говорили вот например существует в середине атлантики это место из которого вырастает новая земная кора за счет периодических поступлений магмы вдоль некой трещины и вот эта самая трещина вот если вы на эту карту посмотрите вот она вот она идет идет змеи видно так и сгибается и уходит куда-то в северную атлантику доходит до исландии потом вот вот здесь вот продолжается еще на север куда-то там совсем на север и образует как раз тот самый хребет гакеля который мы сейчас обсуждаем сейчас я перелесну обратно вот то есть вот смотрите атлантика северная атлантика она здесь находится вот справа внизу вот это исландия уй кажется немного странным то что исландии прямо на зоне спрейдинга находится и и как никуда и не сюда еще пока не растащила да это действительно подозрительно более того вот исландии обнаружим еще один довольно такой экзотический процесс который связан с наличием некой такой горячий струи поднимающийся совсем больших глубин но фактически из нижней мантии вот то есть прейдинг это нечто что обеспечивает поступление вещества из верхней мантии вот то есть глубин там до 600 километров до 700 километров вот под исландии присутствует так называемая другая совершенно особенность она называется но по-разному там называется но часто это называют словом горячая . в общем это такая восходящая восходящий такой поток расплавленного вещества который существует в нижней мантии и не связан с вот этими конвективными движениями верхней мантии то есть тут так получилось но видимо это какое-то совпадение хотя может быть есть какие-то механизмы которые это могут объяснить но я про это не знаю вот но тем не менее одновременно исландия находится действительно на вот этом спрейдинговом хребте и с другой стороны исландия находится на зоне где есть горячая . то есть такой восходящий поток расплава который идет совсем больших глубин почему исландия осталась не раздробленный в этих условиях я к сожалению не знаю наверное есть какие-то модели которые это той или иной степени объясняют но действительно исландия место уникальное и многие занимаются как раз этим феноменом вот но в то же время вот те процессы которые тут происходят дальше ну дальше на север то есть вот за исландии вот этот спрейдинговый ребят продолжается вот он идет вот так и потом переходит как раз вот в этот вот ребят гайкеля и вот эти процессы они привлекают много внимания потому что ну как я говорил может быть вот на самом первом занятии есть такая политическая дилемма связанная с тем как вообще разделить территорию арктики может быть вы про это где-то слышали а может и не слышали ну вы наверно знаете что каждая страна до который имеет выход к морю она вправе претендовать не вернее использует примерно там 20 или 30 или сколько-то километров от берега в качестве своей вот экономической зоны где она может там все что угодно делать до любые хозяйственные работы проводить ловить соответственно рыбу добывать полезные ископаемые там что-то еще вот но кроме это называется экономическая зона до кроме этого вот в арктике северном ледовитом государстве установлен некоторый порядок по которому государства которые имеют выход к арктике но соответственно это россия да как мы сказали там норвегия канада канада да сша и безвестный дания где один бутерброд стоит 1000 рублей имеют некие преференции в использовании более обширных территорий вот ну то есть не просто там 20 километров от берега 30 я уже не помню сколько вот могут претендовать на то чтобы использовать своих интересах территории которые простираются глубь северного ледовитого океана гораздо дальше вот ну вроде бы основной принцип по которому это вот право должно было реализовываться он связан с тем что если у тебя есть так называемый шельф ну если есть какое-то государство вот например россии россия вот вот здесь вот это вот верхние части соответственно если есть шельф шельф это часть 1 которая находится на небольшой глубине и примыкает к берегу ну как небольшой есть какие-то наверное формальные там соображение ну типа там 300 метров глубины вот и не больше ну то есть видно вот вот есть суши некая да он где мышка сейчас показываю есть суши есть вот это вот плоская такая без особого рельефа затопленная территория который мы как раз называем шельфом здесь глубина ну составляет в среднем 40 50 60 может быть вот чуть дальше вот где я сейчас виду там там 200 или 300 метров всего вот а дальше есть такой резкий обрыв который называют континентальным склонам и дальше начинается вот это вот яма да вот это яма и это уже не 6 то есть шельф это вот вот то что я сейчас обвожу вот здесь так вот если у нас есть некое государство есть шельфовая зона которая примыкает к морской границе государства вот то государство но значит может претендовать на использование этой шельфовой зоны вы видите вот у канады смотрите здесь шельф как бы совсем небольшой да такая узкая полоска а дальше резкий обрыв и яма начинается ну так вот в общем там разные соответственно деятели околополитические совещались и приняли решение что государство может претендовать на использование вот этой территории точнее сказать акватории если докажет что эта территория имеет ну некую геологическую связь с ну будем говорить вот шухопутной территории да то есть россия которая предъявила соответственно претензии на вот эту вот зону практически всю оказалась ситуация что она должна объяснить точнее сказать доказать наличие некой геологической связи между этой территории и вот устойчивой геологической структурой которую находится на территории россии в качестве такой структуры выступает сибирская плита сейчас я вам покажу где это находится и смотрите теперь мы смотрим на карту немножко другой стороны вот арктика это вот вот здесь да наверху вот то тот кусок шельфа которые мы смотрели он где-то вот здесь вот здесь вот и когда россия подала соответствующую заявку в некую высокую комиссию которая находится по адресу город нью-йорк там пересечения некая веню с еще там чем-то где находится офис организации объединенных наций да и где заседает соответствующая комиссия вот от россии потребовали предъявить ну некие геологические обоснования о том что вот эта территория она обладает некой связью с сибирской плитой сибирская плита это вот я примерно сейчас он нарисую это вот такая штука вот примерно такого размера то есть это кусок евразийской плиты вот примерно таких очертаний да я прошу прощения не плита платформа сибирской платформы сибирской платформы это как раз один из тех фрагментов древней достаточно древние витосферы которые довольно давно сформировались и впоследствии там плавали по поверхности мантии да вот как это было показано в тех фильмах которые мы смотрели накануне ну или примерно так вот и соответственно чтобы подтвердить связь между вот геологии вот этой территории на которую мы претендуем да и геологии сибирской платформы ну нужно доказать что они как-то по крайней мере не испытывали каких-то вот разъединений до на протяжении обозримой геологической истории но разъединение что такое вот когда мы смотрели фильм мультик да если кто помнит помните там некоторые континенты они рвались на куски расплывались своими частями в разные стороны потом там как-то крутились потом возможно снова соединялись в другой конфигурации вот ну собственно идея в том что от нас требует доказать что ничего такого не было и что он эта территория она целостно с сибирской платформы вот ну отсюда есть необходимость изучать вот те процессы которые здесь происходят потому что процесс происходит довольно интенсивные ну вот здесь в этом хребте имеется спрейдинг как мы говорили грубо говоря вот это вот вся часть вот вот то что находится слева внизу от него она отъезжает вот сюда вот в эту сторону от вот этой оси отъезжает со скоростью ну несколько сантиметров в год ну не 10 сантиметров но по крайней мере там 24 сантиметра в год и довольно сложно объяснить если она все отъезжает то как вот эта вся часть остается связанной с сухопутной территории ну и в частности с сибирской платформы есть мнение что здесь может быть некая такая вот линия проходящий примерно вот так который вся эта часть оторвана на самом деле скользит сюда вот вниз влево вот но мы как раз занимаемся тем что пытаемся построить некие механические модели которые объясняли бы как возможно вот такое раздвижение расширение вот в этом самом евразийском бассейне с движением вот этой части территории вниз влево и при этом не отрываясь от вот сибирской платформы вот ну то есть это вот один из процессов которые на наших глазах происходят и видимо требует некого реагирования поскольку связано с участием в некоторой будем говорить политической как бы ситуации так ну хорошо что еще можно про арктику сказать да мы наверное не прошлые разы не затрагивали процессов которые происходят в нижней мантии да а я сказал что вот в нижней мантии тоже всякие разные активные процессы текут считается что там тоже происходит но некая такая как бы конъекция ну во всяком случае некое неоднородное течение вот такой как бы вязкой среды здесь вот можно видеть вот на этом разрезе до видно ядро до внешнее ядро внутренние здесь не показано внешнее ядро и здесь примерно видно где находится верхняя мантия где нижняя мантия то есть верхняя мантия то вот вот этот вот слой такой как бы скорлупа до которая более блекло показано более красным насыщенным цветом показаны нижней мантии соответственно в ней некоторые неоднородности которые но называют по-разному там обычно плюмами которые представляют из себя потоки разогретого вещества истекающего с поверхности ядра и примерно направляющегося в сторону так сказать поверхности планеты да вот эти желтые вот в то же время есть зоны где холодное вещество литосферных плит погружается верхнюю мантию вот например здесь это субдукция вот ну и есть разнообразные модели которыми вот у нас лаборатории тоже занимается наш руководитель академик для пульсович лобковский которые позволяют моделировать поведение вот этих вот плюмов и вообще циркуляцию в нижней и верхней мантии использованием неких термохимических моделей ну на этом мы сейчас останавливаться наверно особо не будем а тут некая анимация я вам ее потом покажу или кто-то из наших коллег покажет поскольку она пока не работает так ну это был небольшой отступ поясняющий вообще ситуацию с исландии да то есть когда я говорил про исландию я имел ввиду что под исландией существует вот некая такая струя сейчас желтая типа желтым струя которая соответственно отражает некий поток воздымающийся поток легкого вещества разогретого который зарождается фактически на поверхности ядра ну хорошо значит мы обсудили примерно географию исландии господи арктики значит вот в этой части который называется евразийский бассейн здесь есть ну вот как видно на этом рисунке есть некие горы которые посередине здесь торчат чем довольно высокие там чуть не километр высоты может быть больше полтора километра вот и две таких впадины с каждой из сторон соответственно где генерируется новая литосфера вот вот одна впаде ну вот вторая впаде на вот а дальше тут некие да и все это по мере извержение новых полосок как бы литосферы да вдоль вот этой вот линии она все отъезжает вот сюда и соответственно вот здесь после вот этой впадины здесь есть еще некая горная тоже такая система которая называется хребет ломоносово да то есть вот это хребет гакеля вот это ломоносово и дальше начинаются новые такие глубоководные впадины тут называются макарова она называется макарова другая подводников вот и дальше начинается еще канадский бассейн она или канадская котловина вот ну видно что это такая довольно сложная структура в то же время вот в наших интересах сейчас изучить взаимодействие этой структуры с ну вот более устойчивыми геологическими единицами которые здесь вот в сибири у нас в частности давайте пока проскочим конструкция я рассказал так в частности проследить как они там соединяются друг другом и вообще какими методами их можно изучать вот по поводу методов ну вот смотрите вот то на что мы сейчас смотрели вот это вот картинка да что это такое вот может быть вы можете прокомментировать что это за изображение как так оно могло бы быть вообще получено понятно что это нечто что не видно просто глазами до с поверхности и ну то есть люди применили какие-то ухищрения чтобы это рассмотреть да как как вам кажется что это за технология что за утещение как-то вообще могло быть получено вот это изображение и ну карта морского дна наверно было получено методом эхо локации до эхо локации да да совершенно верно спасибо действительно ну уже примерно 100 лет или сколько там существует эхо локация но основанная на излучении и регистрации гидроакустической гидроакустических сигналов да то есть подобно тому как вот мы обсуждали звук генерируется да и распространяется в воздухе также можно как бы квази звук такой излучать в воде и соответственно он там распространяется от излучателя потом отражается вот каких-то границ которые разделяют среды с контрастными свойствами механическими вот соответственно с использованием там систем эхо локации были получены такие карты которые дают ну грубо говоря в каждой точке этой карты известно глубина дна да ну надо понимать что тут есть тоже всякие искажающие факторы вот но они в целом довольно малозначительные эта глубина она известно достаточно высокой точностью вот ну поэтому и в то же время если вы замерили глубину достать достаточно детально то есть мы видим что ну не просто там кто-то поплыл на лодке в арктику один раз померил глубину где-то какой-то точки вернулся да и сказал о там северном ледовитом океане глубина составляет три километра вот то есть все было немножко не так было много рейсов да сейчас мы обратимся еще одной карте может быть так будет удобнее сейчас она живет было много рейсов которые занимались и халатированием морского дна и в результате была получена такая довольно подробная карта которая отражает вот все вот эти вот неоднородности поверхности на вообще так понимаю во всем океане практически с той или иной детальностью такие изображения получено вот они на самом деле дают довольно большую почву почву для размышления о том что же там за геология так сейчас оживет я надеюсь глобус пока что-то не оживает ну ладно вот то есть изучение просто поверхности на это на самом деле довольно мощный исследовательский инструмент если говорить о скажем геологии снова вот может быть чуть более понятно было на карте да вот мы сейчас смотрим на карту немножко по-другому вот здесь есть вот ребят гайка вот это вот яма евразийский бассейн и глубина примерно три с половиной километра здесь вообще 4 4 километра потом идут хребет менделеева здесь глубина всего там 800 метров то есть такие довольно высокие горы немножко неоднородно тут конечно вот но тем не менее это все такое вот довольно в рельефе проявлены и соответственно один из способов вообще изучать все это это так называемые геоморфологические исследования ну морфологии это некое значит направление которое изучает тот или иной объект терминах его формы да вот форма ну случае геологии это просто вот геометрическая форма поверхности рельефа вот какие-то ее особенности они позволяют делать выводы о том что это за может быть геологическая структура вот но понятно что если мы на суше не возможность просто инструментально измерять поверхность рельефа с помощью геодезических всяких методов да будь то оптические или спутниковые тамра радио геодезические технологии типа gps вот то под водой как вот правильно было отмечено мы пользуемся гидроакустическими нет но де-факто это тоже геодезия да то есть геодезия это но некая дисциплина которая занимается изучением формы поверхности земли вот а дальше уже эти данные можно использовать для и там для геологии какой-то физики еще для чего-то в каких случаях для биологии вот вот но это не дает нам возможность заглянуть внутрь вот а мы хотим заглянуть внутрь и понять что же там такое внутри если там какие-то неоднородности и собственно характеризовать их количественно терминах тех или иных физических свойств вот ну для этого применяется несколько геофизических методов я вам наверное про них про всех расскажу подробнее в следующий раз вот ну не хочется сейчас начинаете потом обрывать это как-то на середине мы обсудим всякие разные технологии которые позволяют увидеть вот неоднородность внутри земли как с точки зрения там скажем каких-то механических свойств так и с точки зрения других физических свойств ну собственно если говорить о классической физики то все можно поделить наверное на вот свойства механические пожалуй электромагнитные вот ну то есть то что я сейчас назвал другими свойствами это электромагнитные свойства либо это приобретенная намагниченность либо это электропроводность либо это диэктическая проницаемость хотя таких региональных исследований не используется вот ну в общем поговорим на следующем занятии о том как можно взглянуть внутрь ниже поверхность на с помощью разнообразных технологий вот которые позволяют получить или вычислить оценки соответственно там механических параметров среды на получить некие образы данными только механические механических и электромагнитах вот получить некие изображения внутреннего строения среды в терминах разных физических свойств вот и здесь на этой иллюстрации показано просто но некие примеры когда корабль проплыл по нескольким направлениям ну это какие-то старые работы вот было несколько линий до такая линия вот такая длинная линия потом корабль плавал там поперек используя сейсмические волны которые он сам создавал с помощью меткой аппаратуры да он получил изображение внутреннего строения земной коры на некоторую глубину в терминах там скажем скоростей распространения сейсмических волн вот ну вы же наверное да и мы по моему обсуждали вопросы там томографии до медицинской томографии когда тело человека ну или там не человека еще кого-нибудь можно визуализировать в терминах неоднородности там содержание водорода например если мы говорим о магниторезонансной томографии в терминах там поглощение рентгеновского излучения если мы говорим о компьютерной томографии вот примерно то же самое можно сделать и с землей вот но надо понимать что для этого вам некий источник излучения ну или во всяком случае не излучения некого физического поля до которое вы создаете затрачивая на это некоторую энергию вот и регистрируете это же поле или его какие-то там уже так сказать вторичные трансформации где-то в других местах вот и по совокупности зарегистрированных данных вы можете реконструировать вот некоторые изображения среды в терминах того или иного физического параметра мы на этом остановимся чуть подробнее в следующий раз не буду сейчас начинать мы сейчас вообще будем сворачиваться уже скажу только что в арктике в зоне вот этого крипто гайки ли активно происходят но некие движения мы понимаем что если там спрейдинг да то там значит что-то такой растрескивается и вот эта трещина заполняется расплавленным материалом с одновременным раздвижением бортов этой трещины вот и соответственно эти движения они проявляются в виде но неких колебаний не только там где они произошли но и на некоторой территории эти колебания можно обнаружить и сейсмические станции которые установлены на побережье россии на побережье канады гренландии и на дне вот этой самой вот восточно-арктической шельфовой зоны которые мы обсуждали они детектируют записывают эти вот колебания и по этим запчем можно оценить что за движение там происходит в хребте гайки ли оценить вообще ну силу этих движений ну или сказать амплитуду вот и ориентацию так сказать вектора смещения в этих движениях вот это дает представление о том что ребят гайки действительно раздвигается вот на этой картинке на нижней правой видны кружочками показаны очаги тех сейсмических событий или небольших слабых землетрясений которые связаны с раздвижением в зоне хребта гайки ли и стрелочки вот вы видите торчат вправо-влево это как раз изображение но не кроват механизма смещения который происходит в этих очагах размер точек соответствует мне к амплитуде этих смещений вот и видно что в хребте гайки ли это довольно активный механизм а дальше вот эта зона она расщепляется как бы на 2 расщепляется на 2 и в общем-то не очень понятно что здесь происходит здесь уже береговая линия показана таймы вот это вот здесь вот славный город тикси ну и дальше тут пошло побережье уже чапотки восточные пути северо-восточные пути чапотки вот ну видно что это интересная зона вот наш коллега занимается тем что устанавливают регистрирующие приборы вот здесь вот в этой акватории и изучают механику вот этих вот движений которые здесь происходит к ю год замыкание хребта гайки ли то есть сам хребет гайки ли он на самом деле вот здесь примерно заканчивается здесь начинается уже шельф но видно что хребет гайки ли закончился вот видите он в рельефе уже никак не проявлен вот он шел 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 потом сдулся здесь вот как бы уже яма это закончилось а сейсмичность продолжается то есть одна ветвь сейсмичность пошла как-то вот так другая вот как то так и интересно это изучать поскольку это имеет отношение к вообще будущему всей этой территории ну как я говорил есть точка зрения что это все рано или поздно отколется вот евразии вот эта вся часть уплывет куда-то направо и опять тут будет некий новый океан и вот видимо вот та сейсмичность которая здесь обнаруживается это как раз предвестники вот это вот растрескивание не откола северо-восточной азии вот ну я думаю что на сегодня мы тогда наверно этом будем сворачиваться в следующий раз я расскажу я планирую уже в следующий раз приглашать там наших коллег но наверное в следующий раз я еще сам выступлю поскольку мы одно занятие пропустили выступлю расскажу про геофизические технологии которые позволяют заглянуть внутрь земли несколько более подробно не про сейсмические про электромагнитные вот ну надеюсь что серьезного отторжения у вас сегодняшнее наше занятие не вызвало если есть какие-то вопросы я постараюсь ответить немножечко натянута выглядит теория о том что какая-то геологическая идентичность она может приводить к тому что та или иная территория может принадлежать какому-то государству определенного пример от того что кавказ тянется через россию ну и как бы очевидно что кавказских ребят он до какой-то идентичность обладает по всей своей длине ничего бы тогда там грузию не присоединить какой-нибудь или это только для арктики работает да спасибо ну нет вопрос понятный на самом деле тут как договорятся все да то есть если все договорятся что достаточно будет ну грубо говоря на исходном этапе считалось что достаточно чтобы глубина была там не больше чем 300 метров вот тогда пожалуйста это твое можешь пользоваться вот потом отношения шагнули вперед в кавычках и люди стали говорить о том что ну как бы глубина это хорошо но ты докажи что это там не отрывалась от сибирской платформы что вся эта территория она была как бы приклеена к ней довольно давно вот понятно что ну тут многое выглядит натянута вот на самом деле полной уверенности в том что эта территория не отрывалась ее как бы нету по секрету скажу вот есть разные точки зрения даже и у российских исследователей там предполагается некоторыми исследователями наличие ну никого разрыва вот здесь он видимо действительно существует вот так вот разломники идет которому тут все проскальзывает вот и полного как бы гармоничного механического описания всей этой структуры нет вот но в то же время в интересах наших тут такое придумать что позволяло бы опереться на геологию как бы сильнее да вот пока я так понимаю вся эта заявка россии она находится в статусе несколько заморожены приморожены особенно на фоне изменившихся ухудшившихся так сказать отношений россии и всех остальных вот ну посмотрим мы продолжаем эту деятельность да есть некоторые модели хочется надеяться что как-то это поможет да зачем это надо ну на самом деле там грубо говоря супер крупных месторождений нефти там нет на этой территории вот но там есть месторождение других полезных ископаемых в частности железные руды вот хотя который никто там не разрабатывает потому что это сложно вот и там очень много газовых гидратов видим то есть ситуация когда мы исчерпаем запасы газа когда-то на суше возможно мы перейдем к добыче вот этих газовых гидратов которые газовые гидраты это замороженный метан который находится в таком кристаллическом состоянии который ну в принципе можно извлекать с помощью технологии вот поэтому ну опять же наверное в перспективе будут предложены какие-то модели и как-то они получат какой-то отклик вот посмотрим на этой стадии наверное прогнозировать сложно что-то конкретно вот но тем не менее интерес как бы есть и хочется понять как эта территория эволюционировала за последние там n миллионов лет вот поэтому я думаю что мы будем продолжать этим заниматься в той или иной степени ну а уж как бы насколько это надумано да ну да отчасти это такое натянутая конечно я соглашусь там ругается спасибо ладно и вам спасибо ну будем соединяться тогда следующий понедельник всем пока спасибо большое до свидания да счастливо пока до свидания